Двери Ледового дворца Реутов-Арена распахнулись для всех желающих совсем недавно, в конце 2019-го. Спортивного объекта такого уровня в Реутове еще не было. Условия катания фактически профессиональные, как для фигуристов, так и хоккеистов. И уж тем более для рядовых любителей покататься на коньках. Сделано все очень удобно по проезду, по тренировочному процессу, так как мы открыли еще здесь и школу. Точно так же использована одна из лучших машин-замбони для заливки льда. И используются присадки, которые улучшают скольжение. Технологии поддержания микроклимата в Реутовском комплексе тоже одни из самых прогрессивных. Температура воздуха стабильная и плюс 12. Такой режим наиболее оптимален как для катающихся, так и для льда. Особые меры приняты для обеспечения травмобезопасности. Не случайно на катке так много детей. Мы сегодня пришли с дочкой покататься на коньках, немного спорта и развлечения. Пришла она с подружками. Очень удачно, мы здесь рядышком живем, удобно. Каток можно арендовать для частных занятий и даже организовать романтическое свидание на льду. Но развлечениями дело, конечно, не ограничивается. В Ледовом дворце создана учебная база для тех, кто решил всерьез связать свою жизнь со спортом. В школе Айс Про открыт набор в группы по фигурному катанию для всех желающих. Удобство, высокотехнологичный уровень и качество преподавания высоко оценивают родители будущих чемпионов и чемпионок. Сравнение с Реутовским комплексом не выдержали даже британские ледовые площадки. Фигурным катанием мы занимаемся с 9 лет. Мы начали заниматься в клубе Бракно, это в Англии, как вам сказать, от Лондона, это примерно где-то полчаса. Там не такой новый центр, как здесь, там уже 30 лет не делали ремонт, поэтому там, ну так. Дочь Татьяны Елизавета пока что неуверенно говорит по-русски, поэтому своими впечатлениями от фигурного катания и Реутовского льда поделилась с нами на английском языке. Я чувствую себя изящной птицей, когда катаюсь на льду, парю по ветру. На первый взгляд кажется, что это легко, но на самом деле это не так. Это тяжело, так скользить, летать. Фигурное катание, конечно, один из самых сложных видов спорта. Однако и польза от него особая, напоминают профессионалы. Помимо того, что сложный коррекционный вид спорта, он еще заставляет развиваться эстетически. Врачи, они отправляют заниматься фигурным катанием именно просто по показаниям здоровья. Кто-то там болеет, а не раз вам надо фигурное катание, либо хоккей. В рамках школы Айс Про созданы секции по хоккею. Записаться так же, как и на фигурное катание, могут как дети, так и взрослые. Хоккей – это уникальный вид спорта и развивает совершенно разные качества. Это командный вид спорта, в первую очередь. То есть это общение, это сверстники, это какие-то единоборства, конкуренции и так далее. То есть здесь уже проявляешься сам в социуме, вот в этом. Те же, кто сам кататься не хочет, могут поучаствовать в качестве зрителя. «Реутов-арена» служит площадкой для целого ряда соревнований. В самое ближайшее время, 16 и 30 января, там состоятся встречи любительской хоккейной лиги. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал «Реутов».